Доброе утро, зрители СтопГейм! В эфире Инфакт! Запуск Warhammer 40 000 Space Marine 2 определённо оказался успешным. Боевик получил хорошие отзывы как от критиков, так и от простых геймеров. По подсчётам Focus Entertainment и Saber Interactive, спустя сутки в сиквел сыграли более двух миллионов человек. Крайне впечатляющий результат. Space Marine 2 в подписочные сервисы не попало, так что большинство поигравших, кроме заядлых семьянинов, если вы понимаете о чём я, купили собственную версию. Вот первая Warhammer 40 000 Space Marine в своё время разошлась тиражом в 1 миллион 200 тысяч единиц спустя целых 2 месяца после релиза. Также Saber Interactive раскрыла содержимое первого патча для Space Marine 2. Пользователей ждут правки багов, уменьшение нагрузки на процессор, поддержка ультра-широких мониторов, частное ПВЕ-лобби и зона для спарринга. Стабильность серверов тоже будет улучшена. Всё это добро должно появиться до конца недели. Абонентам подписки Game Pass ещё летом объявили, что новый тариф Standard для консолей за 15 долларов не будет включать доступ к крупным играм на релизе, в отличие от подписки Ultimate. Туда свежак продолжат завозить. Только в Microsoft забыли предупредить, что уже добавленные в каталог игры пропадут из тарифа Standard. Подписчики обнаружили в среду, 11 сентября, что теперь не могут запустить Call of Duty Modern Warfare 2, Age of Mythology, Retold, Diablo 4, Starfield и десятки других игр. Коснулась чистка не только проектов от внутренних студий Microsoft, но и тайтлов от сторонних разработчиков. Даже доступ к контенту в Валорант убрали. Фанаты недоумевают, почему компания применила новые правила к играм, что уже давно заняли своё место в каталоге. Проблема, повторюсь, пока актуальна только для владельцев консолей Xbox. На ПК доступны лишь два тарифа. Ultimate и PC Game Pass. Оба включают подписку от EA и крупные релизы. Пока в Microsoft никак не отреагировали на возмущение пользователей. Мой, нет, наш Илья в прошлом выпуске Инфакта рассказал детали анонса PS5 Pro. Там был озвучен впечатляющий ценник консоли. Просят выложить целых 700 долларов. А на какой ценник рассчитывать в России? Вот ответ. За прошку в РФ просят от 80 до 100 тысяч рублей. Ценник ещё может измениться, предупредили в одном из магазинов. Более крупные компании, вроде DNS и M-Video, свои предложения ещё не сформировали. Напомню, что официально предзаказ PS5 Pro стартует 26 сентября, а продажи начнутся 7 ноября. До РФ консоли явно доберутся позже. Кстати, пока кто-то пытается добыть оставшиеся в продаже дисководы для консоли, аналитик из Ampere Analysis пророчит приставке примерно такую же судьбу, как у PS4 Pro. На релизе её купят около миллиона трёхсот тысяч раз. На старте продаж PS4 Pro в 2016 году было реализовано миллион семьсот тысяч устройств. То есть на 400 тысяч больше. По мнению руководителя отдела исследований игр Vampire Analysis, спрос на свежую прошку будет не таким высоким из-за кусающейся цены. Аналитик считает, что высокая цена PS5 Pro обусловлена скорректированной стратегией Sony, направленной на защиту маржи, а также инфляцией цепочки поставок и отсутствием прямых конкурентов для PS5 Pro. Цитата, отсутствие соперника позволило Sony установить более высокую цену, чтобы защитить существующую маржу. В итоге для большинства потенциальных покупателей PS5 обычная версия консоли станет золотой серединой, сказал руководитель. Многие пользователи не согласны с мнением аналитика. Люди считают, что компания перегнула палку, решив продать консоль без дисковода и вертикальной подставки за такие деньжищи. Издательство PlayOn и разработчики из Dumbaster Studios анонсировали Dead Island 2 Ultimate Edition, а также игровой режим Neighborhood Watch. Последний пропишется в боевике вместе с шестым большим патчем. На борту Dead Island 2 Ultimate Edition окажется базовая игра со всеми апдейтами и сюжетными расширениями, а также ворох косметических предметов и смертоносного оружия. Одновременно с запуском ультимативного издания Мертвый остров получит патч с новой игрой плюс и кооперативным режимом Орда под названием Neighborhood Watch. В нем предложат сыграть за троицу студентов, которых не удалось эвакуировать из Лос-Анджелеса. Они образовали группу рыси и готовятся защищаться от толп зомби. Сессия длится 5 игровых дней, в течение которых необходимо собирать припасы, выполнять задачи и выстраивать оборону. Ожившие мертвецы придут на пятый день. У каждого члена команды своя роль и оружие, а также уникальные таланты. Химик изготавливает ловушки и взрывные варева, медик обеспечивает лечение, а охотник наносит много урона на расстоянии благодаря арбалету. Игра, напомню, доступна на ПК, PlayStation и Xbox с русскими субтитрами. «Юбисофт объявила, что The Crew 2 и The Crew Motor Fest получат по офлайн-режиму. Мы услышали ваши переживания о доступе к играм The Crew», гласит твит от студии. Разработчики пообещали поделиться новостями в ближайшие месяцы. Такое решение компании мотивировано, видимо, ПТСР-менеджеров издательства после шквала критики из-за закрытия серваков оригинальной Крю. Их, напомню, отрубили 31 марта, из-за чего проект больше недоступен. Тогда разработчики объяснили своё решение лицензионными и инфраструктурными ограничениями. К слову, до 23 сентября The Crew 2 можно урвать со скидкой в 98% на всех платформах. На Gamescom 2024 издательство THQ Nordic и студия VEPP, отметившаяся дилогией This is the Police, показывали платформер The Eternal Life of Goldman. Теперь посмотреть геймплей с выставки могут все желающие. Он на ваших экранах. VEPP особенно гордится визуальным стилем The Eternal Life of Goldman. Художники вдохновлялись по кадровой анимации, нарисованной от руки. По этой причине в игре не получится найти двух похожих сцен, а каждый элемент картинки изображён в мельчайших деталях. Что касается игрового процесса, то, по словам разработчиков, будет и сложно, и сюжет завезут, и за исследование локаций достойно наградят. The Eternal Life of Goldman заглянет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Дата релиза неизвестна, но русские субтитры в наличии. А на нашем сайте в наличии множество интересных материалов. Видеообзоры, подкасты, тексты, короче, куча разного, и вы наверняка далеко не всё видели. Можете это исправить прямо сейчас, только не забудьте поставить лайк и получить от меня заряд хорошего настроения на четверг. Хорошего вам четверга. Пока!